Ветеран Виктор Воронцов может стать почетным гражданином Артемовского городского округа. Представление об этом от Городского совета ветеранов поступило на рассмотрение специальной комиссии. 16 июня Виктор Иванович отметил 90-летие, но он по-прежнему в строю, ведет большую патриотическую работу, принимает участие во многих значимых городских мероприятиях. У него много регалий и общественных нагрузок, к которому он относится неформально, а с присущим ему чувством ответственности. С 1979 года он председатель первичной ветеранской общественной организации военнослужащих запаса транспортного полка Артемовского городского округа. В этом году вошел в состав общественной палаты города. Теперь кандидатуру ветерана должны рассмотреть депутаты городской думы. В Артеме стартовала акция «Полка добра». Это стеллажи в магазинах и супермаркетах, куда люди могут принести продукты для малообеспеченных слоев населения. Цель добровольческой акции – помочь нуждающимся. Акция стартовала в магазине «Юлия». Каждый горожанин может сделать доброе дело – купить продукт в первой необходимости и положить на полку. Это будет вклад для помощи многодетной или попавшей в трудную жизненную ситуацию семье, детям, сиротам, пенсионерам и другим нуждающимся в помощи жителям нашего города. В День Семьи, Любви и Верности в Артеме 22 молодые пары закрепят свои отношения узами бракосочетания. 8 июля, в День Святых Петра и Фебронии, в Артемовском ЗАГСе пройдет торжественная регистрация молодоженов. В этот же день в ЗАГСе будут черствовать супружеские пары, прожившие в браке более 40 лет. Трем супружеским парам будут вручены медали «За любовь и верность». Около восьми веков почитает православная церковь Петра и Фебронию, как святых покровителей брака и семьи. Они остались в народной памяти на века благодаря своей любви. Врачи медицинского автопоезда «Забота» осмотрят взрослых артемовцев. Пройти медицинский осмотр в поликлинике на колесах жители Артемовского городского округа смогут с 10 по 22 июля. Проект организован по инициативе губернатора Приморского края Владимира Миклушевского при активной поддержке главы Артемовского городского округа Александра Авдеева. В составе бригады автопоезда терапевт, стоматолог, хирург, уролог, гинеколог. Также жители смогут сдать анализ крови, пройти ЭКГ и УЗИ-диагностику. Мобильная поликлиника будет работать с 9 до 18 часов, с 13 до 14 – перерыв. Согласно утвержденному графику работы, передвижная поликлиника побывает во всех территориальных управлениях округа. Первым на прием к врачам автопоезда «Забота» 10 и 11 июля смогут попасть жители территориального управления «Угловое», где пунктом стоянки станет здание местной администрации по адресу улицы Сахалинская 1. Отметим, что всю медицинскую помощь жители получают совершенно бесплатно в рамках полиса обязательного медицинского страхования. Медицинская помощь будет оказываться населению старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис. Акция «Помоги собраться в школу» стартовала в Артеме. В городе сегодня проживает более 2000 многодетных неполных малоимущих семей с детьми, которые нуждаются в поддержке. Всего за годы проведения акции собрано более 2 миллионов рублей, которые помогли подготовить в школу свыше 3500 детей из социально необеспеченных семей. Новый учебный год – это хороший повод порадовать ребят подарками и сделать так, чтобы каждый ребенок, вне зависимости от его социального положения, 1 сентября пришел в школу и сел за парту. Любая помощь для нуждающихся семей будет значимой. Одежду, обувь, школьные принадлежности, деньги. По всем вопросам обращаться в фонд социальной поддержки населения по адресу город Артем, улица Кирова, 48, кабинет 110, телефон 4-32-65. Информацию для выпуска подготовила пресс-служба городской администрации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА